Друзья, вот какой же кайф выйти с утра с чашечкой чая на балкон собственного коттеджа. Всем салют, друзья! Сегодня покажу коттедж элит-класса с ремонтом, из окон которого открывается ну просто потрясающий вид на море и горы. Подробную презентацию скачивайте по ссылке в описании. Датмир, приветствую! Привет, Василий! Давай начнем с первого вопроса. Он будет такой. А чем вы руководствовались перед тем, как выбрать этот земельный участок и построить? Ну смотри, сейчас вы, наверное, покажете красивую картинку. На самом деле у нас здесь прекраснейший вид на море. С трех сторон у нас нацпарк, зелень, прекрасные виды, кислород. Ну и плюс 10 минут до центра, это центральный район. Слушай, ну сейчас с земельными участками на самом деле же сложно их найти. Я думаю, вы долго искали. Полтора года, да. Полтора года. Да, мы очень чепетильно подходили к этому моменту. Ввиду того, что сами здесь планируем жить в дальнейшем, и я, и мои партнеры, поэтому вопрос был чепетильный. А когда мы сюда ехали, здесь, так скажем, ну метров, наверное, 100-200, не особо хороший участок дороги. Как-то будет этот вопрос решаться? Да, мы ставим в очереди на ремонт дороги. Администрация у нас поставила очередь. 22-23 год, дорога будет прекрасной. Плюс мы сделали дорогу снизу, выезд на Матумское шоссе, чуть ниже Порш-центра. Ну да, там видно как раз сразу и дорогу, и район. Буквально 80 метров осталось проложить дороги, поэтому у нас тут через месяц будет все прекрасно. Какая концепция, сколько будет домов в вашем поселке? История такая, у нас здесь больше двух гектаров земли. Сейчас мы строим первую очередь, то есть три дома уже построены, четвертый на подходе. Далее будет вторая очередь, чуть выше, еще четыре дома. В дальнейшем у нас есть свободных два гектара, концепцию мы пока разрабатываем. Что там будет, мы пока не знаем. На самом деле, ведем переговоры даже с Хонкой, то есть если там будет Хонка, у нас там будет порядка 10 домов. Они все будут с ремонтом и мебелью? Да, прекрасный ремонт, мы нигде не экономим. То есть начиная с того, что, ну вот можете увидеть, здесь у нас глиняная черепица, глиняная в черепице. Сочева не укладывает вообще. Это не дешевая удовольствие. Мало того, что не дешевая, она очень тяжелая, то есть там сложные моменты с ее установкой. Ну и во-первых, и во-вторых, это очень красиво, очень дорого. И, собственно, я думаю, людям нравится. У каждого дома сколько будет соток земли? Вот здесь я знаю, что 5,5 соток. Нет, здесь не 5,5, здесь 5,78. Ну, от 5,7 до 6,5. Вот второй дом, который сейчас у нас на продаже, там 6,5 соток. Как ты думаешь, кто вообще, кто целевая аудитория, кто покупатель твоих домов? Наверное, 60 на 40. 60 это те, кто будут приезжать отдыхать. Опять-таки, ценители уединенности, зелени, красивого вида. Ну, 40% это, наверное, те, кто будет здесь жить. Ну, мое мнение, не знаю, пока. По возрасту как думаешь? Учитывая, что в первом доме у нас такой мега-современный ремонт, да, нравится на самом деле всем есть определенная категория людей, которые там не зашла, скажем, в ванна. Любят балясины какие-нибудь. Ну, да, мы на них вообще не ориентируемся. Я просто сам люблю эти классики. Покупатели не местные люди, золотых унитазов, ребят, у нас здесь нету. Балясина и так далее тоже. Вот это что? Я так, по-моему, ничего не доделали? Это типа беседки, да, какой-то? Это и есть беседка, да, сверху будет пергола, она сдвигает, то есть при необходимости там принять солнечные ванны и согреться на солнышке вы ее сдвигаете. Ну, соответственно, при необходимости опять пиктенька и так далее ее можно будет задвинуть. Ну, можно и мангал здесь накрывать. Мангал здесь обязательно, я бы сюда еще газовый гриль поставил и еще что-то подобное. Отлично. Бассейн, это вот я тебе так скажу, те, кто строит дома без бассейна в Сочи, это огромная ошибка. Вообще, жить на юге, если у тебя дома нет бассейна, я считаю, это преступление уже. Все правильно. Новые дома. Сколько здесь получается, как задать вопрос, объем, наверное? Размером 7 на 4, если мы не считаем вот эту площадку, эта площадка такая тоже современная история, это полупогруженные шезлонги, то есть лежишь на половину воде, попа воде мы ее называем. Здесь как раз круто. А остекление будет какое-нибудь? Нет, намеренно оставили, но это а-ля инфинити, чтобы можно было подплыть бортику, полюбоваться морем, зеленью и так далее. При необходимости, разумеется, можно все это закрыть стекло. Отлично. Давай поговорим про дом. Это стиль шале, я правильно понимаю? Или как-то по-другому это называется? Смотри, технология называется фахверк. Технологии больше тысячи лет, а фахверковые дома легко стоят по 300 лет без проблем. Если помните, вот в Германии такие старенькие домики в клеточку, да, вот этот как раз и есть фахверк, там каркасная история, то есть сами балки деревянные, а заполнение там всем чем угодно, и камень, и кирпич, и глина там в древности и так далее. А именно ваш дом чем заполнен? Ну, смотрите, это дерево, это фасадная штукатурка, ну, под ней у нас целый пирог, там вот такая стена, там и базальтовая штукатурка, и деревянный каркас, пара влагоизоляции, и с внутренней стороны это гипсокартоновый лист. Мы совместно с Техносом выработали специальную обработку, там, добавление нескольких компонентов, которые в итоге защищают нас от влаги, от солнца, от всех перепадов влажности и так далее. То есть, ну, гарантию лет на 50 можем дать легко, но на самом деле простоит все 200. У вас гористая местность, расскажи про свай, как вообще вот надежность, потому что Сергей Поле, вот там далеко-далеко есть плачевная история. На самом деле плачевная история, это не только вот там, на Сергей Поле, это вообще может быть где угодно, тот же самый ручей видный, звездная, там нету аргелита от слова совсем. Да, на звездном точно нет. Расскажу про геологию, у нас вообще идеально, у нас через 2 метра идет аргелит, это скальная порода, соответственно, мы стоим на скале, плюс здесь сваи, плюс подушка полуметровая. На самом деле дома выдержат землетрясение, там все 12-13 баллов легко. Что с коммуникациями? Вода, газ, канализация? Вода центральная, канализация, септик, электричество заведено на каждый дом по 15 кВт, возможность увеличения, до 30, если есть необходимость выше. Мне кажется, 15 на один дом. Газ есть здесь сверху, но мы на дома не стали подводить, мы сделали, поставили тепловой насос, умная технология, берет тепло воздуха, преобразует его в тепло воды, и, соответственно, мы обливаемся теплым полом. Самый холодный месяц у нас здесь вышло, дом топился, и причем работало электричество 4700. Так, а вода здесь центральная, скважины нет? Вода центральная, нет, скважины нет. А перебоев там нет? Ну, с центральной водой здесь, в этом районе нет перебоев, но вообще, насколько я знаю, нет. Если есть необходимые, скважины можно прорызить, недалеко, порядка 35 метров вода есть. Все, я предлагаю идти в дом, потому что я знаю, что там очень классный ремонт. Так и есть, да. Мы находимся в окружении национального парка, вокруг зелень и тишина. При этом до центра Сочи отсюда ехать всего лишь 15-20 минут на автомобиле. Территория поселка закрыта, а значит, вас никто никогда не будет беспокоить. На участке шесть соток расположены зона отдыха, бассейн и беседка. Проходи. Ба-бам! Сразу панорама открывается. Да, первый дом на самом деле наш гордость. Давай рассказываю, что за этой дверью. За этой дверью, за этой дверью invisible, да, как они называются. Здесь у нас постирочная, такая мини-котельная. Далее, комната отдыха с сауной. Сауна с подсветкой действующая. По красоте. Это стабилизированный мох. Ну, здесь подразумевается диванчик, ну, в общем, это комната отдыха. Мне кажется, детки будут, когда мыться, они такие, так, что тут? Да, да. А в сайте очень прикольный план, потрогать прям, какой классный. Это сауна? Это сауна, да, сауна работает. Это сауна, можно использовать. Замечательно. Слушай, и пространство здесь немало. В доме 270 квадратных метров. Так, в гранище двери, смотрю, высокие сделали. Двери высокие сделали. Все как. Это санузел. Общий санузел на первом этаже. Так, и здесь тоже душевая есть. Да. Ну, и на самом деле, вот это наша гордость. Это наша большая, прекрасная, классная, великолепная гостиная. Со вторым светом, с видом на море, на зелень. Огонь. Блин, я вот еще раз повторюсь. Здесь окна панорамные делают свое дело. Да. Тем более, с таким видом. Обалденно. Окна, двери у нас деревянные. На террасе натуральная лиственница. Стекло безрамочное. Ну, собственно говоря, вот он, прекрасный вид на море. Слушай, тогда здесь и так же шезлонг поставил, и загорай. Вполне. Участок, на самом деле, перед домом. Вот этот весь, вся зеленая территория, он тоже относится к дому. Поэтому здесь мест для загорания, для отдыха огромное количество. Что здесь? Это, я так понимаю, кухня. Это кухня. Кухня островная. Кухня встроенная здесь. Это кухня островная с выводом мойки, вода, электричества, канализации. Здесь у нас подразумевается обеденный столб, вот этой красивой люстрой. Ну и далее гостиная, вот это панно с подсветкой, выход на террасу. И второй свет. А, здесь мы как сделали, да? Какие есть в доме вот прям фишечки, где не встретишь в каждом доме? Фишечек огромное количество. На самом деле, как я уже говорил, делаем все под себя. Делаем максимально идентично, ко всем вопросам подходим. Начиная с системы вентиляции. Система вентиляции, это крутая вилковская история. Это больше миллиона рублей нам только сам агрегат обошелся. Предточная, вытяжная, принудительная. То есть, система в автоматическом режиме оценивает качество воздуха. Если в какой-то комнате кислорода не хватает, либо воздух испортился, соответственно, воздух обновляется. Все это управляется с приложения. Далее. Система отопления. Суперсовременный тепловой насос «Ферроли». Тоже порядка полутора миллионов он нам обошелся. Берет тепло воздуха, преобразует в тепло воды и отапливаемый дом посредством теплого пола по первому этажу. Так, ну здесь только подогрев пола. Только подогрев пола, да, более чем достаточно. Окна, двери деревянные, на крыше натуральная черепица, ну, в размере стекол вы видите сами. Освещение – это центр свет, лестницу, дуб, паркет, дуб. Ну, вот есть коротко как-то так. Супер. Дома площадью 270 квадратных метров включают в себя 4 спальни, большую кухню-гостиную, комнату для отдыха с сауной, 3 санузла, большую террасу и балкон. Поэтому, помимо постоянного проживания с семьей, дом прекрасно подходит для отдыха, дружной компании и встречи гостей. Чтобы записаться на просмотр этого дома вживую или онлайн, оставьте заявку по ссылке в описании. Это гостевая спальня, кабинет, комната тещи, как хотите. Ну да. Слушай, здесь отдельный бонус. Есть дверь и сразу просеет. Совершенно верно. Можно прям подогнуть. Блин, мне подсветка нравится такая в колоде. Это мы заморочились, на самом деле не просто было, отдельно заказывали, причем по размеру выпиливали резали, чтобы все между балок ставить. Красавчики. Идем на второй этаж. Рассмотрим, что там. Обратил внимание, что очень красивая, стильная лестница. И плюс большой. Вот мы с тобой вдвоем поднимаемся. Мы даже плечами с тобой не соприкасаемся. Да, совершенно верно. Лестница широкая. Это натуральный дуб. Каленое стекло в виде перил. Ну и вот она, наша гордость, в том числе. Это прекрасный второй свет. Кто-то экономит место в доме. Мы, соответственно, этим не занимаемся. Вообще, в целом, я смотрю, что вы не любители экономить. Да. Молодцы. Смотрите, покажу несколько главного хао. Делали сами. Такая достаточно кропотливая работа. В гипсовые панели встраивали диодную ленту. Прикольный такой декор. Вышло очень классно. Всем нравится. И ни у кого такого нет. А, так. Это что у нас? Это санузел. Санузел. Общий санузел, да. На первую, на вторую. Блин, все санузлы большие. Такие прям. Даже смотри, какие красивые. И красивые в том числе. Ну и осталось. Ну и наш сюрприз, да. Проходи. Блин, не знаю. Многие взрослые люди скажут, нахрен нужна ванная в спальне. На самом деле. Мне очень нравится это решение. Многие скажут, что это там типа понты, моды там и так далее. Блин, прикольно. Ты моешься и смотришь на эту красоту. Потому что получается самый кайф то, что когда ночь, да гамы и светится. Очень красиво. На закате очень красиво, потому что солнце садится в аккурат вот здесь. Обратите внимание на окна. Они панорамные, а главное, выходят в сторону моря. Вот вы только представьте, какими закатами здесь можно будет любоваться по вечерам. Это ну просто огонь. Птички поют тут круглый год. Плюс мы еще на высоте такой находимся. Порядка 200 метров над уровнем моря. Здесь постоянно свежий воздух. С гор он спускается с утра, а вечером морской бриз поднимается. А в сравнении там с центром города, даже летом, там в июле и в августе сюда приезжаешь. Здесь комфортно даже на солнце. Кстати, давай поговорим вот честно, так скажем, к примеру, до мор вокзала, до центра Сочи. Сколько ехать на автомобиле с учетом именно пробок? Потому что сейчас Дагомыс прям подзагружен. Тем более сейчас начнется сезон. Смотрите, отсюда до центра Сочи я иду 10 минут. Потому что в центр Сочи отсюда пробок нету. А в обратную сторону, то есть из центра сюда, ну порядка 15-17. Но в рамках любого более-менее крупного города, 15 минут от центра, это и есть центр, собственно. Кровать здесь все поместится. Да, все рассчитали. Вот она, вот здесь. Здесь большая гардеробная и свой санузел. Ну и, разумеется, выход на террасу с прекрасным видом на море. Разумеется, здесь будут шторы, либо жаль. Слушай, а зачем штор? Ну понятно, там дом вы еще поставите. Ну да, ну там видно-то не будет. У вас же тонированный стекло. Ну мы это оставляем на усмотрение, собственник. Слушай, ну и какая стоимость всей этой красоты? Стоимость этого дома 52 миллиона. Не только этого, соответственно, и второго, и третьего. Примерно в таком же виде, может быть, цвет ремонта будет отличаться. При необходимости, если кто-то захочет приобрести дом на этапе строительства, мы можем ремонт поменять, конфигурацию дома, собственно, тоже. Уже есть решение ремонта? Несколько вариантов, да. На втором доме у нас уже ремонт совсем в другом стиле. Он уже продан? Он уже готов. Он не продан, но он готов. Мы только-только его заканчиваем, но его тоже... Слушай, ну а там земельный участок-то больше, и цена на одно и то же. Пусть это больше подарок от нас, да. Так что, друзья, обращайтесь. Если есть какие-то вопросы, конечно же, пишите в комментариях. Либо что, все правильно, звоните Васе. Добро пожаловать. Кстати, в нашей закрытой базе объектов недвижимости Сочи частных домов и коттеджных поселков более 300. Поэтому, если хотите бесплатно получить подборку домов под ваши потребности, пройдите по ссылке в описании. С вами был Василий Попов. До встречи в Сочи.